Добрый день, дорогие друзья! Пляж 40 лет Победы в Анапе, 13 апреля 2021 год. И сегодня мы с вами посмотрим, какие здесь улучшения к предстоящему курортному сезону проводятся. Вот, например, одно из явных улучшений, которое нас встречает уже со входа, это столбы электропередачи. И, я так понимаю, что здесь будут, скорее всего, даже фонари, то есть пляж будет с освещением. Ну и плюс будет электроснабжение такое основательное для всех точек, для всех устройств электропотребления на этом пляже. Пойдемте сначала, пройдемся в эту сторону, посмотрим на благоустройство, которое уже сделали. Вот, например, небольшие железобетонные блоки, служащие основаниями для тентов. Посмотрите, во-первых, как красиво здесь это все оформлено. И почему, например, у нас здесь никаких сомнений не возникает о том, что здесь железобетонные блоки должны находиться, да, потому что у нас здесь нет дюн рядом. То есть в данном случае железобетонные блоки не нарушают экосистемы уникальных песчаных дюн, потому что здесь пляж галечный, галечно-каменистый. И, в принципе-то, вот если кто не знает, я могу рассказать немного из истории, то, что раньше до благоустройства, до берегоукрепительных работ, до вообще того, что появился здесь такой удобный пологий спуск на пляж 40 лет победы, с улицы 40 лет победы одноименной, здесь был достаточно узкий пляжик, ну, максимум шириной метров пять. Здесь для того, чтобы высокий берег не разрушался, сделать такое конкретное расширение по всем, по всей территории высокого берега вдоль пляжей. И, в принципе-то, экосистема, хоть, конечно же, и видоизменилась, но она стала более удобной для того, хотя бы, чтобы, допустим, не разрушалась набережная быстро, ну, и чтобы на пляжах можно было находиться большему количеству людей, а не двум-трем человеком на, скажем, на 30 метров, как это было в советские времена. Хотя, в принципе, в советские времена здесь было тоже, ну, не именно в этом конкретном месте, а на пляжах высокого берега тоже было, но более-менее достаточно много людей. Вот, дальше мы видим вот эти крыши типа зонтики, тут тоже будут, судя по всему, лежаки рядом. Все это, конечно же, за деньги, ну, и красиво, конечно, смотрится, да? Такая картинка вообще четкая. Смотрим дальше. Про вот эту появившуюся кучу камней я рассказывал примерно где-то дни 10-12 тому назад, то, что здесь работал экскаватор, пытался вычистить, пытался сделать вход в море более глубоким, ну, получилось вот такое. То есть, экскаватору этой техники немного попрепятствовали, и, как видите, создается такое впечатление, что эта куча камней, она в итоге не такая должна быть, по задумке благоустроителя этого пляжа. Дальше мы проходим, видим, что здесь точка по, видимо, какому-то общепиту, но здесь, конечно же, летние кафе. Видите, тоже такая терраса с видом на море. Все это, конечно, красиво, безусловно. Конкретные такие столы здесь подготовили к выставлению. Ну и смотрите, ребята, вот, кто был на этом пляже в прошлом году, вы можете видеть то, что изменения, они видны, они уже видны. Интересно, тут две кабинки биотуалетов, мы чуть позже к ним подойдем. Кабинка для переодевания. Самая большая проблема пляжа в 40 лет победы – это то, что здесь на многих участках неудобный заход в море. В каком плане? То, что здесь слишком мелко, и по камням вообще, в принципе, идти неудобно. Вот по таким разнокалиберным камням. Здесь это еще, эти камни, они возле берега, в воде, они тянутся, ну, скажем, на метров 10-20. Ну, вот вы видите, да, вот идет такая верница камней, выступает, и, то есть, непонятно, то ли это уже море, то ли это еще суша. То есть, полуморе, полусуша. И, понятное дело, что плавать еще нельзя, а ходить уже нельзя, да, и вот проблема здесь существует. То есть, как бы, вот, тоже нужно, чтобы приехал экскаватор и сделал дно более удобным, чтобы чуть-чуть позаглубить это дно. Вот здесь явно видно. То есть, как бы, других проблем здесь на этом пляже нет. Если решить вот эту проблему, то все вот это благоустройство, оно очень-очень уместно, и видно, что люди стараются. Здесь, так понимаю, будет какой-то детский маленький такой комплекс развлекательный. Ну, вообще, идея хорошая. И вот этот, кстати, пляж, на него не всем, не всем людям нравилось ходить в предыдущие годы из-за как раз-таки нехватки благоустройства. Потому что здесь как раз-таки вот этот самый ближний пляж для многих жилых комплексов, для многих микрорайонов. Третий А микрорайон, третий Б микрорайон, в районе парка Ореховая роща жилые комплексы. Допустим, тот же жилой комплекс Бельведер, жилой комплекс Магнолия, улица Крылова. Ну, в общем, очень много людей, которые бы могли приходить сюда, но они пренебрегали этим пляжем, потому что здесь было недостаточно благоустройства, по их мнению. Вот как бы в этом году планируют сделать новый уровень благоустройства. Посмотрим на вот эту вереницу беседок. И то, что здесь так называемая мангальная зона. Да? И что тут у нас поближе? Пойдем посмотрим, чтобы уже у никого не было сомнений. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Беседки суперклассно, безусловно. Конечно же, все это будет потом, опять же, сдаваться в аренду за деньги. Ну, например, как это делается на Кипарисовом озере. Другой вопрос в том, что это у нас по-прежнему территория пляжа. То есть мы с вами никуда не свернули, мы по-прежнему находимся на пляже. Пляж, общественная территория. И тот дым, который будут эти мангалы производить. Вот мы, допустим, уже видим конкретику. Один мангал, наверное, тестовое какое-то мероприятие проходит. Все, огонь пошел. Они будут создавать дым. Но вот лично, не знаю, конечно, как насчет некоторых других людей. Вы можете также написать свое мнение в комментариях. Но я прихожу на пляж, на любой пляж, на любой общественный пляж. Я прихожу, чтобы дышать морским воздухом. То есть как бы странно это ни казалось. То есть как бы это ни казалось элементарным, зачем люди приходят на пляж. Ахладиться морем, покупаться, позагорать, подышать морским воздухом. Все, здесь благоустройство заканчивается. И там у нас дальше вид в сторону Тургиневского пляжа, Тургиневского спуска. И я так думаю, что те люди, которые захотят вот так вот прийти и на своих подстилках здесь где-нибудь разместиться. А здесь достаточно много площади, много территории. Не будем забывать о 20-метровой зоне. То есть что 20-метровая зона от моря, от берега, она должна быть общедоступна. И даже чтобы можно было прийти со своими лежаками, со своими подстилками, лежанками. И загорать, купаться, наслаждаться. Но, ребята, вот на этом участке, который в принципе сколько тут у нас? 100 метров даже больше по длине. У нас может быть с вами такой возможности не быть. Хорошо или это плохо? Пишите в комментариях. Опять же, вот мое мнение, что каким-то таким вот этим обширным точкам, которые по своему принципу походят на какие-то там жаровни древних поселений, людей пещерных, я думаю, что такого на пляже быть не должно. Другое просто, что вообще вот на пляже Хусокого берега в несколько предыдущих лет, то, скажем, это уже, наверное, такая, своего рода, такая не очень хорошая традиция. То есть и 10 лет тому назад, 20 лет тому назад люди приходили со своими мангалами. И даже если вот такой мангал, такой мангальчик расположился, скажем, в 20-30 метрах от вас, все равно дым будет идти, и вы не сможете в полной мере наслаждаться чистейшим, свежайшим морским воздухом. То есть прикольно, прикольно такой дым, да, ощущать только тем, той компанией, которая сидит непосредственно, этим дымом заправляет. А все люди в радиусе 50 метров, не 5-10, а 50, да, я не оговорился, они будут вынуждены немного так пострадывать. И я считаю, что все-таки на территории городских пляжей вот такого не должно быть. То есть мы, конечно, будем еще с этим насчет этого выяснять, насчет всяких нормативов. Если что, как-нибудь постараемся решить этот вопрос, чтобы это не было вот так вот, так сказать, узаконено в рамках пределов одного пляжа. Хотя, конечно же, вот вы можете написать свои комментарии, понимая, сколько людей, столько мнений. И я как бы ни в коем разе не претендую, что вот мое мнение самое правильное, да, вот готов выслужить любые мнения от вас. И особенно, если они будут аргументированы, да, то есть, типа вот, нам это нравится, потому что то-то и то-то. Или нам это не нравится, потому что так-то и так-то. Ну что, туалет платный, 20 рублей. И номера телефона указаны. Слушайте, ну, ребята, вот столько благоустройства, то есть, все это будут платные услуги и туалет платный. То есть, вот по поводу туалета, это уже не зачет. Ну, ладно, посмотрим, что здесь еще есть. Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. И вот идешь, и не замечаешь, что ты идешь уже по части благоустройства. Дощатые настилы, дорожки. Ты, когда здесь идешь, твои ноги сами тянутся именно непосредственно к ним. И одновременно с этим голова думает, почему еще не все выставлены дорожки, да, для благоустройства. Чего ждут? Также здесь мы с вами видим то, что завезено много новой щебенки, много новой гальки. Видимо, какой-то околоречной. А в межсезонье, насколько я помню, завозили сюда грунт для посыпки. Ну, понятное дело, что грунт так и не должны оставлять, потому что это будет не пляж, а какое-то околосельское поселение. Но, как бы, вот видите, все, теперь уже становится ясным то, что здесь будет такой вид. Во-первых, поверхность ровная будет, и, во-вторых, галька, то есть не вызывающая никаких сомнений. Ну, собственно, мы с вами посмотрели, что происходит на этой части. Пожалуйста, друзья, поставьте лайк этому видео. Я думаю, что это полезно будет знать, наверное, почти всем людям, которые собираются приехать в этом году в Анапу. Ну, за исключением тех, кто предпочитает в Анапе именно исключительно песчаные пляжи. Да, таких людей много. У меня, в основном, в принципе, песчаные пляжи в приоритете. А кто-то, наоборот, приезжает в Анапу, несмотря на то, что Анапа очень известна своими именно песчаным пляжами, в первую очередь. Кто-то, наоборот, только-только гаечные пляжи. Ну, причины могут быть разные. Например, с того, что на песчаных пляжах Анапы бывает тина. Даже на самых благополучных из них. Ну, и что касается той стороны, которая находится как бы левее от спуска, там мы можем с вами видеть, что тоже самое происходит. Это как бы еще в процессе, то есть те самые вот эти крыши, основы для того, чтобы потом можно было размещаться в тени рядом на лежаках. Провода тянут, столбы выставлены, я уже говорил. Опять же, там, на той стороне у нас находятся подготовлены деревянные настилы, ленточные, для того, чтобы их расстелить. И стоят беседки. Ну, в этой стороне, так полагаю, что здесь будет то же самое, да, то же самое, что мы видели вот там. То есть большие основания для тентов, для солнцезащитных. И вот в этом году пляж здесь прямо-таки, ну, безусловно, будет по благоустройству лучше. То есть вот здесь, кстати, в прошлом году были здания, тут кафе всякие были, другие всякие технические вспомогательные помещения. Здесь проходит покраска. Ну, вот, друзья, мы с вами посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто впервые на нашем канале. Будете всегда на связи с вашей любимой Анапой, с вашим любимым Черным морем. Будете всегда вовремя узнавать все самые важные, актуальные новости по Анапе. Делитесь этим видео с вашими близкими, друзьями, коллегами, родными. Ну, и пишите комментарии. Мне интересно знать ваше мнение. В принципе-то вот здесь, по моему мнению, все классно, все в порядке. Это не единственное критическое замечание, но это критическое замечание существенное. То, что ставят вот такие мангальные зоны с беседками, и это будет, в прямом смысле слова, портить воздух, портить атмосферу на пляже. И я думаю, по поводу этого тоже будет много диаметрально противоложных мнений. Все, ребята, жду всех в комментариях. Пишите. Будем обсуждать, насколько хорошо благоустройство этого пляжа, насколько оно уместно. Ну, и также вот по всем моментам, у кого есть какие замечания, какие предложения, какие ремарки, обо всем, пожалуйста, сообщите в комментариях. Продолжение следует...